Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Сегодня у нас на обзоре прицеп Бэйли Пигант. Это Пигант Маджестик, 99-го года выпуска. Стоимость его 512 тысяч рублей. Данный прицеп у нас разрешенный максимальной массой 750 килограмм, не требующий дополнительную категорию для буксировки любым легковым автомобилем. Прицеп достаточно интересный, хороший клиренс. Маджестиков у нас было достаточно много. Хороший непроблемный караван, оснащенный бойлером проточного типа карвер на 5 литров, работающим от электричества и от газа. Ну и, конечно же, отопителем карвер, работающим от электричества и от газа также. Цепная головка с трещоткой-компенсатором. Здесь у нас используется семипиновая вилочка. При необходимости можно организовать 13 пинов, что позволит нам использовать данное подключение для того, чтобы была работа холодильника от 12 вольт в пути. Ну и, конечно же, зарядка собственного аккумулятора, для которого место в данном прицепе предусмотрено с завода. Багажник у нас подразумевает установку двух газовых баллонов. Здесь у нас газовый шланг. Для работы газового оборудования необходима установка газовой лягушки российского образца, так называемой с гаечкой, потому что в Британии они идут ниппельные. Закладная для палатки-тента в данном прицепе используется с двух сторон, то есть поставить палатку можно не обязательно со стороны входа, можно поставить ее и с обратной стороны, тем самым организовав отдельно стоящее помещение. Сзади справа расположился туалет, кассета C2-C4, стандартная, этот фордовская, с бачком смыва и индикатором заполняемости. Хотя это у нас газовая часть бойлера Carver, бойлер-слит, вот эта вот пробочка за это отвечает, ну и место выключения насоса электрического, которым оснащен данный прицеп. Фасад у нас смонтирован в окном, это санузел и с окном в зоне кухни. Так, закладная для палатки-тента со стороны входа, вот он, алюминиевый кантик такой, плюсом есть завеса для того, чтобы можно было завесить нижнюю часть, чтобы не поддувало из-под прицепа, эта завеса находится в нижнем алюминиевом профиле, бокс для установки собственного аккумулятора, место для подключения 220 вольт находится с левой стороны. Сзади это розеточка уличная, для того, чтобы было питание разведено в палатку при необходимости. Также у нас с левой стороны вентиляционные решетки доступа для холодильника и обслуживание нижней части в том числе. Ну, давайте посмотрим внутри на прицеп. Классическая компоновка, очень уютный прицеп. Прицепы этого поколения британцы у бейликов имеют такие достаточно удобные и красивые интерьеры. Они, в принципе, все выполнены более-менее в одном стиле. В передней части каравана расположился вот такой вот достаточно шикарный диван из флакированной ткани. Плюсом есть у нас быстросъемная тумба, которая может быть использована и как быстрый столик в том числе, путем вот такой хитрой манипуляции. Здесь есть вот такие направляйки и раскладывается столик. Надо помазать, не часто пользовались, но при транспортировке закрывается обыкновенным шпингалетом. Фасады у нас дерево плюс пленочка. Очень хорошие стыки. Они хорошие, сухие, уплотнительная резинка. Ничего более, никаких герметиков. Но, как говорится, давным-давно я не встречал и не хотелось бы встретить прицеп, у которого стыки будут герметики. Потому как это конструкция, которая собирается, а не склеивается. Все окошки в основной части салона и в зоне кухни, безусловно, оснащены и москитными, и фольгированными сетками. Плюсом на данном прицепе стоят интерьерные шторы. Они достаточно красивые. Обратная сторона светленькая, чтобы не напекало солнышко. Но, скажем так, не все захотят опустить полностью фольгированные шторы. Это вот эта часть, некоторые захотят сохранить интерьер. Поэтому, в любом случае, белая ткань отражает гораздо лучше солнечные лучи, нежели чем это сделает уже какая-то цветная. Так, бойлер у нас. Вот он электрический и газовая часть. Датчик давления по работе. Юра снимал и не захотел положить обратно деревяшечки, на которых сидеть. Вот до дивана. С обратной стороны у нас расположился бокс под аккумулятор. Ну и часть, отвечающая за входящее электричество. То есть здесь еще плюсом такая какая-то типа сейфовые установки. Но очень часто у британцев данные ящики сделаны в прицепе и закрываются на ключ для того, чтобы самое банальное оставить хотя бы документы в прицепе. Если кто-то, какой-то жулик захочет что-то быстро схватить, это у него не удастся. Блок управления космическим кораблем частично находится здесь. Это касаемо телевидения, касаемо работы бойлера. И отопление с раздувом включается именно здесь. Нижние вот это два включателя, это предохранители. Как и все в принципе у британцев происходит через предохранитель любое 220-вольтовое потребление. Только так. Так, ну, отопитель. Вот он у нас, троматик. Итак, карверовская вот такая вот конструкция. Работа от электричества, работа от газа. Вещевой такой ящик достаточно большой. Ящик и шкаф, прошу прощения. Плюсом здесь у нас есть перекладинка для того, чтобы можно было повесить верхнюю одежду на плечиках. Далее еще одна вот такая створка, тоже с перекладиной. Зачем так разделено узко? Вопрос такой достаточно спорный. Ну, вот я так понимаю, как мини-аларм написано. Кто-то очень переживал, поставил сейф, поставил аларм. Я так понимаю, что он просто программируется под определенный пин-код. И работа на батарейках орет, как умалишенный. Так, здесь у нас расположился основной пакетник. То есть входящий электричество 220 вольт проходит через вот этот пакет. Все подписано. Понижающий модуль, отопитель от 220 плюсом. Вода, холодильник, розетки и раздув. Здесь у нас часть, отвечающая за 12 вольт. И опять же, включение потребления питания от собственного аккумулятора, либо от тягача и активация насоса-помпы. И это все, может быть, звучит достаточно сложно для первого раза. Но могу сказать, что один раз это все пощелкать. И все очень логично, все очень просто. Холодильник Electrolux у нас с большой морозильной камерой. Работа от электричества, работа от газа и 12 вольт по 13-пиновой розеточке при необходимости. Так, модуль кухни здесь имеет угловую столешницу, полноценную четырехкомфорочную газовую плиту. С пьезоподжигом все замечательно работает. Насос-помпа по традиции находится тут в раковине. Газовый гриль, газовая духовочка, чистенькая. Ничего тут такого не засохаченное. Это очень радует. Есть места для хранения каких-то кухонных вещей. И плюсом вот эта часть, я так понимаю, раз она на шпингалете, да, она имеет вот такой вот подкидной вариант. И опять там тоже полочки, тоже что-то можно там спрятать и зажулить. Но это опять же по желанию. Так, организация хранения сухой посуды есть. Такая стоит сетка модульная. Плюсом достаточно большие ящики для хранения всяческих посуд. Ну и давайте посмотрим на санузел. Тоже достаточно большой. Вот такой вот поддон. Поддон целенький, без трещины и сколов. Отдельно стоящий механический уникас Кэтфорд. Вот такая сделана раковина яркая. Ну и, конечно же, телескопический душ. По-другому не может быть. Кнопки вот эти. Это включение кнопки насос-помпа. То есть замыкающие цепи, подающие сигнал на погружной насос, который ставится снаружи. Что ж, давайте подытожим. Это были Пигант Маджестик 99-го года выпуска. Стоимость его 512 тысяч рублей. Прицеп достаточно интересный. Очень интерьерный. У Юлии в Инстаграме авточоиспусков вы найдете анонсы. На сайте авточоиспусков.ру информация о наличии и ценах. Ну и, конечно же, на нашем канале на Ютубе обзоры, представленных у нас на площадке вещей. Благодарю вас за ваши просмотры. Обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на канале.